Теория фрейма в социологии Говоря о том, что такое теория фрейма в социологии, нам нужно, прежде всего, посмотреть исторически, как происходит формирование этого подхода. Собственно, все самое интересное начинается, как это часто бывает, с кибернетической революции, когда представители разных дисциплин в разных университетах начинают образовывать довольно интересные исследовательские альянсы. И вот один из них складывается вокруг Норберта Виннера, создателя кибернетики, вокруг которого объединяются в тот момент представители очень разных дисциплин. Психологи, этологи, изучающие поведение животных, лингвисты. И тогда еще на подпевках в эту группу вошли социологи. Интересно, что следы их дальше теряются, потому что, конечно, ключевой фигурой в этом исследовательском семинаре стал Грегри Бейтсон, исследователь-этолог. Собственно, ему и принадлежит введение термина «фрейм» в аппарат психологии и социологии. Потому что другой участник этого семинара, Марвин Минский, вводит его в когнитивные науки. Собственно, что значит «фрейм» в социологии? Это структура ситуации. Это жесткий каркас человеческого взаимодействия. Например, такой, как наш с вами сейчас. Вот мы с вами находимся в фрейме телевизионной записи, и это довольно жесткий формат. Он предполагает, что можно допускать одни высказывания, а не допускать других. Он предполагает, что мы можем сидеть на такой дистанции друг от друга. И вряд ли, если бы обе эти камеры стояли сейчас передо мной, я смог бы удержать границы этого фрейма. Бейтсон, который вводит термин «фрейм», вводит его для исследования поведения животных. Знаменитая работа. Он приходит в зоопарк флейш-хакера, наблюдает за тем, как выдры играют друг с другом. Вот, собственно, исследование выдр положило начало изучению людей в данном случае. Потому что Бейтсон приходит туда, будучи глубоко убежденным, что структуры ситуаций в мире выдр, в мире животных, они, как он говорит, однослойные. То есть в них нет некоторых скрытых уровней абстракции. Нет иронии, нет метафоры, нет возможности того, что позднее Ервин Гоффман назовет транспонированием, то есть переигрыванием какого-то взаимодействия в соседней октаве. Бейтсон ошибается. Он приходит к выводу о том, что ошибается практически сразу же, потому что видит, что выдры играют. Что такое игра? Игра – это такой же фрагмент взаимодействия, который перенесен в смежную октаву, который переигран в другой системе координат. Потому что изначально, конечно, это драка. И выдры хорошо понимают, что такое драка. У них есть довольно сложная система коммуникации, которая позволяет одной выдре сообщить другой выдре, что сейчас она ее укусит. Собственно, сам укус будет являться коммуникацией. Но когда выдры начинают играть в драку, они посылают друг другу сообщения, которые Бейтсон детально описывает. Сообщение, статья его называется «Message this is play». Сообщение, которое производит перенастройку фрейма. Как раз то, что и называется транспонированием. Перенос. То, что в речи обычно, в языке фиксируется помещение в кавычки. То есть, как бы драка. И Бейтсон, собственно, приходит к выводу, что главное свойство человеческой жизни состоит в способности к мультипликации контекста взаимодействия. То, что фразу игрового взаимодействия можно перенести в кавычки, перенести в кавычки, перенести в кавычки. Но сам при этом к социальному миру эту модель не применяет, поскольку его все-таки животные занимают больше. Собственно, Ирвин Гоффман, который переносит эту модель в изучение повседневных взаимодействий, показывает, как такие переносы достигаются. Например, мы знаем, что военные действия — это определенным образом фреймированное взаимодействие игроков. Но в данном случае не игроков, а сражающихся армий. Будучи перенесенным во фрейм учений, оно некоторым образом трансформирует характер взаимодействия. По-прежнему какие-то значимые черты будут воспроизводиться, но менее значимые с точки зрения нового фрейма, например, снаряды будут игрушечные, холостые выстрелы, по возможности никто не будет убит и так далее, будут использоваться сообразно новой системе координат. А потом это, например, приедет кто-то с проекта постнаука изучать, как именно происходит взаимодействие людей в этом новом контексте. И солдатам, например, захочется больше попозировать перед камерой, чем выиграть сражение. И вот уже следующий перенос, следующее транспланирование, транспланирование следующего порядка. Теперь это уже скорее не просто игра в войну, это игра в игру в войну. И дальше мы можем представить еще серию такого рода накладок, то, что Гоффман называет «layerings», практически уходящую в бесконечность. Потому что дальше может возникнуть ритуализация, может возникнуть так называемая техническая переналадка и много других эффектов, которые возникают при переносе из одной системы координат в другую. Что Гоффману действительно принадлежит как открытие? Он показывает, что наше с вами взаимодействие, например, здесь и сейчас в этой конкретной ситуации, оно не просто транспонированное, но оно состоит из плотно пригнанных друг к другу элементов, часть из которых транспонированные, перенесенные, игровые, помещенные в кавычки, а часть принадлежат тому, что он называет первичной системой фреймов, то есть неигровому взаимодействию. Что дальше происходит с теорией фреймов? Собственно, мы видим сегодня то, что она захватывает все новые и новые области исследований. Например, мы, когда работали с ОБСЕ на Балканах, изучали, как люди ведут себя на избирательных участках и что происходит с голосованием, когда она начинает помещаться в кавычки, проигрываться в формате спортивного состязания, ритуала в Северной Албании или какого-то иной формы игрового взаимодействия. Сабантуя, что особенно характерно для Боснии. То есть, таким образом, фреймовая логика анализа переносится в новые и новые области исследований. Например, фреймы взаимодействия с телевизором активно изучаются в исследованиях медиа, потому что нам уже мало просто поставить people-meter и посмотреть, сколько людей смотрит какой канал. Мы изучаем режимы вовлеченности, мы изучаем сами структуры взаимодействий с коммуникативным объектом. Вот, собственно, везде, где есть непосредственное взаимодействие людей друг с другом или людей с объектами. Это тоже отдельная интересная тема. Там есть теория фреймов, потому что она позволяет понять нам, каковы структуры повседневных коммуникаций и по каким законам они транспонируются. И так транспонируются. Провереков Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...